Это восемьдесят четвёртое творение. Память об этих восьмидесяти четырёх творениях до сих пор присутствует в вашем теле. Если вы не очиститесь от этой памяти, она свяжет вас. Вот почему восемьдесят четыре асаны. Но достаточно овладеть в совершенстве лишь одной. Намаскарам, Садгуру, почему в классической йоге именно восемьдесят четыре асаны? Все эти практики, да и вообще любая йогическая практика, уходит корнями в фундаментальную систему, называемую бутта-шудди. Бутта-шудди, по сути, означает очищение элементов вашей системы. Элементов пять. Но очистить нужно только четыре из них. Пятый же, вы знаете, что это за элементы? Земля, вода, воздух, огонь и пространство. Пространство очистить нельзя. Поэтому нужно уделить внимание только четырём другим. Ваше тело — игра этих пяти элементов. Планета Земля — игра этих пяти элементов. Всё творение — игра этих пяти элементов. Так что вся йогическая система, по сути, заключается в правильном обращении с этими элементами. Если эти четыре или пять элементов ведут себя правильно внутри вашей системы, у вас всё будет хорошо. Семьдесят два процента вашего тела на самом деле — вода. Двенадцать процентов — земля. Шесть процентов — воздух. Четыре процента — огонь. Остальное — пространство. Так устроено тело. Итак, для этих элементов существуют разные типы саданы. Для всех четырёх элементов. Для пятого тоже. Но в его случае, чтобы влиять на него, а не очищать. Итак, если вы достаточно практиковали бутташудди, то есть в достаточной степени очистили эти элементы, тогда вы достигаете состояния, называемого буттасидди. Это означает, что вы овладели этими пятью элементами. Если бы вода внутри вас вела себя хорошо, если бы вода внутри вас стала приятной, вы сами стали бы очень приятными. По крайней мере, на 72%. Если вы поработаете с землёй, ещё 12% вас станут приятными. Итого 84%. Если вы очистите элемент воздуха, что очень легко сделать, ещё 6%. Всё вместе — 90%. Огонь. Вы живёте в обществе, состоите в браке, вам нужно немного огня. Иногда вам нужно слегка подпалить кого-нибудь. Так что ещё 4% огня. Оставляем. Остальные 6% — пространство. Это становится актуальным только тогда, когда вы хотите достичь буттасидди. Для буттасидди — это неважно. 84% — значимое число для творения в данном его состоянии. Вам не обязательно в это верить. Но таков наш внутренний опыт. В нашем опыте это 84-е творение. 83 раза оно уже случалось и разрушало себя. Сейчас 84-й раз. Всего это случится 112 раз. И последнее творение, которое произойдёт, будет не физическим по своей природе. Вот почему у вас 112 чакр. 84 из них наиболее важны. И в йоге — 84 асаны. Основных асан насчитывается 84. Потому что, когда вы хотите выполнять буттасидди, вы хотите очистить элементы. Вы очищаете их от прошлой памяти. Если вы заглянете глубоко в систему, вы увидите, что память обо всём, о том, как происходило всё существование, находится прямо здесь. Если бы этой памяти здесь не было, в прошлом не говорили бы об определённых вещах ещё до того, как о них заговорила современная наука. Например, вы слышали о Поле Стейнхарде? Пол Стейнхард написал книгу, которая стала очень популярной в последние три года. Она называется «Бесконечная Вселенная». До недавнего времени современная наука считала, что Вселенная где-то начинается и где-то заканчивается. Сейчас впервые выдвигают теорию о её бесконечности. В йогической системе мы всегда говорили, что космос бесконечно расширяется. Вы видели символ шелиграмм? Это символ бесконечно расширяющегося космоса. Итак, он пришёл к этой теории, мы с ним встречались несколько раз в течение последних нескольких лет, и он показал компьютерную реконструкцию того, как произошёл большой взрыв. я спросил его. Он сказал, что был больше, чем один взрыв. В йогической системе много говорилось о том, почему это 84-й раз. Есть много символов или аспектов в теле, которые ясно говорят о том, что память об этих 84 творениях всё ещё присутствует в вашем теле. Она присутствует в каждом атоме этого мироздания. Так что вы хотите очистить элементы от этой памяти, потому что эта память связывает вас. Эта память даёт вам чувство принадлежности, но в то же время эта память связывает вас. Она не даёт вам двигаться вперёд. Нравится вам это или нет, но ваш прадед, который умер давным-давно, сейчас каким-то образом живёт через вас, по крайней мере, в форме вашего носа, в том, как вы думаете, как вы сидите, как стоите, не так ли? Да или нет? Возможно, вы думаете, что похоронили его, но он проявился в вас и сейчас живёт. Если вы заглянете достаточно глубоко, то увидите, насколько далеко идёт эта память. Если вы хотите развиваться, вы должны очистить себя от памяти, которая отпечатана в элементах вашей системы. Если из элементов не удалить эту память, они не будут вести себя так, как вы хотите. Они будут продолжать повторять старые циклы. Вы можете думать, что ваши предки мертвы, но нет. Они живут в вас. Иисус сказал, оставьте мёртвых мёртвым. Вот почему, когда кто-то принимает саньясу, первое, что они делают, проводят посмертный ритуал для своих родителей, которые всё ещё живы. Не для того, чтобы те умерли, а для того, чтобы очистить свою память. Вы не хотите, чтобы на вас влияла ваша генетика, потому что, если на вас влияет ваша генетика, вы просто станете циклическим процессом. Вы никуда не придёте. Вы будете ходить кругами, думая, что куда-то двигаетесь. Итак, один уровень — это химия, генетика. Другой, более глубокий, это уровень элементов. Мы хотим очистить его. Если вы не очиститесь от этой памяти, она свяжет вас. Память заставит вас ходить кругами. Вот почему 84 асаны, 84 творения — всё это взаимосвязано. Вам не нужно вникать во всё это, как бы там ни было. Из этих 84 асан, которые были созданы, когда мы говорим 84 асаны, не думайте о них, как о 84 позах. Это 84 системы достижения наивысшего. йогин осваивает лишь одну асану. Он не практикует 84 или 600, как это делают другие. В Америке люди подходят ко мне и говорят, «Я выполняю 320 асан». Я говорю, «Зачем?» Любой дурак делает тысячи асан. Как ни сядь, это будет асана. Одна асана — это всё, что вам нужно. Вам просто нужно овладеть ею совершенствием. Итак, 84 способа достижения. Вот что такое 84 асаны. И эти 84 асаны соотносятся с четырьмя элементами, по 21 на каждый элемент. С этим связано много других аспектов. Если у вас внутри нет определенного опыта, вам придется верить мне на слово. А я бы этого не хотел. Субтитры сделал DimaTorzok